На самом деле живая, а по документам оказалась умершей. Красноярка через суд добивалась аннулирования записи о смерти. Под ее именем 4 года назад скончалась другая женщина. Как так получилось, что у живого человека на руках оказалось свидетельство о смерти? В запутанной истории разбиралась Алина Сануева. Прописано полностью все мое, как свидетельство о рождении. Только это свидетельство о смерти. Как у нее на руках появилось свидетельство о своей смерти, Наталья прекрасно знает. Хотела помочь больной знакомой. То есть все документы сгорели во время пожара. Для того, чтобы женщину отвезли в больницу, Наталья отдала ей свой просроченный страховой полис. Знакомые провели операцию, а спустя неделю она скончалась. Правда, по документам получилось, что умерла сама Наталья. Так женщина жила 4 года. С работой, со всем на свете я как-то закрутилась так, что... Ну, лежала-лежала, я убрала и все как-то. Он мне не мешал, никаких преград у меня нигде ничего не было. Паспорт поменяли в 45 лет, нормально, все. Да, я, будучи, уже год была на листике на этом. Проблемы начались, когда нужно было подтвердить рабочий стаж. Наталья получила выписку из пенсионного фонда и отдала в отдел кадров. Там и увидели, что она давно числится мертвой. Хотя по факту все это время работала. Женщина обратилась в ЗАГС, но помочь ей ничем не смогли. Тогда Наталья написала заявление в прокуратуру. Там провели проверку. Начались суды. Практически это лишает его вообще каких-либо прав. Все права человек, их в подавляющее большинство, человек получает с рождением. При регистрации смерти она даже самостоятельно не могла обратиться в суд. В данном конкретном случае прокуратура оказалась тем единственным помощником, официальным государственным органом, который помог восстановить женщине свои права. На все разбирательства ушло около полугода. На днях Наталья получила судебное решение в свою пользу. Теперь записи о ее смерти аннулируют. Конечно, я рада, что история завершилась. И что я в рядах живых теперь уже спокойно могу жить и радоваться. Только, возможно, сложности на этом не закончились. Чтобы восстановить 4 года стажа, когда Наталья фактически числилась в списке мертвых, придется снова обращаться в суд. Подобный случай в Красноярске не первый. В марте мужчина пришел в пенсионный фонд за выплатой. А там ему сказали, что по документам он уже несколько месяцев как мертв. Выяснилось, что свидетельство о смерти пришло из Карелии, где пенсионер даже ни разу не был. Восстанавливать свои права ему пришлось через суд. На это ушло больше трех месяцев.